В эфире «Глаз народа ЯО» – программа, которую мы создаем вместе с помощью смартфонов и наблюдательности. Легендарный ямочный ремонт, который может длиться неделями, а то и месяцами, не дает покоя с автору программы. Больше двух месяцев назад у нас пытались сделать ямочную работу. Ямы надолбили, но так, ни в действии, ничто у нас не произошло. ЖД-поселок. Эти мусорные баки определенно устали выполнять свои обязанности. Один из них и вовсе прилег отдохнуть, как бы намекая владельцам. Нужна пересменка. Соавтора программы удивляет то, как халат на сегодня относится к местам для сбора бытовых отходов, ответственные за это лица. Глядишь, скоро визитной карточкой Биробиджана. Станет не синагога, а ни с чем несравнимые ароматы. Один из активистов областного центра не устает следить за всем, что в нем происходит. На этот раз досталось сотрудникам, производящим уборку на бумагина. Не прошло и полгода, да? Тут решили порядок навести. Мухи и страдающие дети беспокоят с автора программы жителя улицы Транспортной 43. На этом фото определенно видна переполненная выгребная яма, которая от летней жары наверняка источает вполне закономерное амбре с нотками фекалий и гниения. Интересную схему уборки городских улиц зафиксировал биробиджанец. Похоже, у этой уборочной машины что-то где-то забилось грязью, ибо она уже вываливается наружу. Уважаемые владельцы транспорта, может, стоит внутри него хотя бы тряпочкой протереть? Не гоже по городу. Такие неприятные куски разбрасывать. Победителям сегодняшнего выпуска признали автора видео «Чисто это сложно». Счет его мобильного телефона пополнится на 100 рублей. Напоминаем, вы можете стать соавтором программы «Глаз народа ЯО», просто прислав фото или видео на номер, указанный на экране, или разместив их в Инстаграм с хэштегом «Глаз народа ЯО». Продолжение следует...